Хаотичная борьба на французской политической сцене и провал правительства Макрона не изменили внешнеполитическую позицию страны. Политические комментаторы описывают это двояко, сильный проармянский настрой во французской политике, который сохраняется как наследие, или последние аккорды правительства Макрона, которые движутся к краху. Однако, в любом случае, распространение этого пагубного воздействия на Южный Кавказ заставляет Баку проявлять крайнюю осторожность. Амбициозный гамбит Франции на Южном Кавказе, стратегические маневры, противоречивые союзы и ослабление влияния недавно официальный Баку подготовил жесткий ответ на это. Таким образом, подписание Франции и соглашение о поставках оружия Армении сразу после внеочередных парламентских выборов запомнилось многими примечательными моментами. В частности, двойственная политика Франции, то есть ее переход от украинского вопроса к Южному Кавказу, дает основание для всех сомнений. Сегодня продолжающийся конфликт на Украине больше не отвечает интересам Франции, поэтому он выдвигает Армению на передний план на фоне внутриполитической борьбы. Возможно, есть одна причина, по которой Париж вооружил Армению накануне шагов к миру, дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и реализовать свой давний агрессивный план в регионе. Нет сомнений, что Баку осведомлен об этих планах. Например, бойкот Франции в Африке и ряде колониальных территорий проявляется в сокращении ее военного контингента на этих территориях. Итак, согласно полученным данным, Франция собирается сократить свое военное присутствие в Западной и Центральной Африке до 600 человек личного состава. В сообщении иностранных СМИ говорится, что Париж оставит около сотни человек, в Габоне сейчас их 350, сотни в Сенегале вместо 350 и сотни в Кодда-Ивуаре сейчас 600. Около 300 человек вместо 1000 останутся в Чаде. Одной из причин запланированного сокращения стало объявление во Франции досрочных парламентских выборов с неопределенным исходом для президентского лагеря. Еще два года назад, помимо 1600 военнослужащих в Западной Африке и Габоне, у Франции было около 5000 солдат в Сахилии. Контингент в Кодда-Ивуаре, ранее считавшись одним из главных союзников Франции в Западной Африке, уже сокращен с 900 до 600 человек, также начался вывод военнослужащих из Сенегала. В то же время Франция по-прежнему намерена сохранить военную базу в Джибути, где расквартировано 1500 военнослужащих. Согласно источникам, Франция хочет сохранить стратегический плацдарм в этой небольшой стране, расположенной напротив Йемена, на выходе из Красного моря, в Бап-Эль-Мандебском проливе, где проходит большая часть мировой торговли между Азией и Западом. Отмечается, что этим летом во французских вооруженных силах появится командование, отвечающее за Африку, и генерал, который возглавит его, уже выбран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахель с 2014 года в рамках антитеррористической операции Бархан, были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция объявила об официальном завершении операции Токуба, совместной контртеррористической операции с европейскими союзниками. В ноябре 2022 года президент Франции объявил об окончании операции Бархан в регионе Сахара-Сахель. В марте 2023 года власти Буркино-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, который был заключен более 60 лет назад. Министерство иностранных дел Буркино-Фасо также уведомило французскую сторону о том, что французские военные должны покинуть страну. Представленные факты свидетельствуют об экспансионизме Франции и в то же время о ее политике милитаризации. Алчность Франции по отношению к беднейшим странам мира, богатым природными ресурсами, и политика неоколониализма также очевидны сегодня на Южном Кавказе. К сожалению, Франция, которая всегда проникает на территории через посредников, пытается найти путь в регион Южного Кавказа через Армению. В то время, когда Армения нуждается в экономическом развитии, а не в вооружении и военной подготовке, подарок Франции в виде дорогостоящего оружия совершенно неуместен и неконструктивен. Что касается Армении, официальный Ереван считает поставки оружия Франции и Индии своим суверенным правом и в своем заявлении обвиняет Азербайджан в оккупации его стратегически важных деревень. Это означает, что Армения пытается реализовать то, что она не может сказать и действовать при поддержке своих союзников. Да, она пытается, но нам интересно, мечтает ли Ереван все еще выиграть войну. По нашему мнению, российско-украинская война должна стать ярким примером для Еревана. Когда началась война, Франция и другие западные державы пообещали, что они никогда не пожалеют всей своей военной поддержки и что война скоро закончится поражением России. Но реальность не отражает того, что говорится сегодня. По этой причине любой опасный шаг против Южного Кавказа представляет угрозу в первую очередь для Баку.